Рада приветствовать вас во второй части по вязанию крестильных пинеток. Мы решили вязать подошву на вот этом этапе петли соединения. Теперь мы берем, привытаскиваем немножечко крайнюю петельку и поворачиваем на изнаночную сторону подошву. Далее, к рабочей ниточке нам нужно крючком перетянуть вот эту петельку крайнюю и вытащить с изнаночной стороны. То есть у нас должна оказаться рабочая нить и петелька с изнаночной стороны. Вот таким вот образом. Далее подтягиваем обратно на крючок ниточку и поворачиваем на лицевую сторону подошву. Лицевую сторону от изнаночной, я думаю, что вы отличите, а лицевая более ровнее, красивее, изнаночная вот такая у нас, скажем, кривыми столбиками связана. Здесь все более ровнее. Далее делаем петлю воздушным подъемом, накид и сейчас мы по кругу должны будем поднять полустолбики для того, чтобы вывязывать высоту при неточке. Как мы это делаем? Смотрите, мы находим петлю основания воздушной петли. Вот она у нас первая петля. И вторую петельку. Вот вводим мы первую петлю вниз, а выводим сквозь вторую петлю вверх. И далее, захватывая рабочую ниточку, проспускаем сквозь две петельки. На крючке сейчас три петли. Рабочая петля, накид и петля, которую только что мы продели рабочей ниточкой. Сквозь три петельки пропускаем рабочую нить. Это у нас вязался полустолбик с накидом. Такими полустолбиками с накидом мы будем вязать по всей окружности. Далее делаем накид. И в петлю основания, получается, во вторую петельку вводим вниз крючок. Сквозь третью петельку выводим вверх. Захватываем рабочую нить, пропускаем сквозь две петельки на крючке три петли. И сквозь три петельки пропускаем рабочую нить. Это второй полустолбик с накидом. Далее снова делаем накид. Третью петельку вводим, четвертую выводим крючок, захватываем рабочую ниточку и пропускаем сквозь три петельки рабочую нить. Третий полустолбик готов. Снова накид и запоминаем в какой мы, скажем так, выводили петельку, в какой крючок. То вводим, следующую выводим. И вот так вот, подхватывая рабочую ниточку, обвязываем, не трогая, скажем так, петельки, ни верхнюю, ни нижнюю часть косички, а вот как бы подхватываем под них. То есть вот так вот накид. Далее вводим обе стеночки целые, выводим обе стеночки целые, захватываем рабочую ниточку, сквозь три петли на крючке пропускаем рабочую нить. У нас должна с боковой стороны оказаться вот такая косичка. Если у вас косичка целая, значит поднимаете вы петли правильно. Снова накид, ввели-вывели крючок, подхватили рабочую ниточку, сквозь три петельки схватили и сделали полустолбик с накидом. Снова подхватили и сквозь три петельки сделали полустолбик. Снова ввели-вывели крючок и вот так вот по всей окружности полностью нам нужно обвязать подошвочку и со стороны пяточки, и со стороны боковых стеночек и мыска. То есть пока мы не дойдем до вот этого первого полустолбика. Обвязываем вот такими полустолбиками по окружности. Ввели-вывели, подхватили и пропустили сквозь три петельки на крючке рабочую нить. Завершаемый ряд, делаем накид и в петлю последнюю, в которую выводили мы, последний столбик, и теперь соединительную петельку вот здесь вот в начале ряда мы делаем последний полустолбик с накидом. Далее в петлю вот здесь вот над первым полустолбиком делаем соединительный столбик и замыкаем вязание в круг. У нас получился вот такой вот замкнутый ряд и мы находимся сейчас максимально, скажем так, по центру, может быть даже чуть-чуть левее, если так вот посмотреть. Мы находимся на пяточке и у нас получился вот такой подъем. Если у вас немножечко гнется подошва, не обращайте на это внимание, так как это все-таки вязаная пинеточка, а не подошва с пластика либо кожи, вот, то в принципе она немножечко и будет гнуться. Только лишь если вы ее подкрахмалите, она будет стоять более ровнее. И пока вы помните то, что мы сейчас делали, я рекомендую сразу же вам параллельно вывязать на второй пинеточке такой же подъем. То есть все абсолютно делаем точно так же, не отрывая ниточки. Даже если у вас будет не ровно по центру по пяточке соединение ряда, а немножечко левее, то ничего абсолютно страшного, мне кажется, что это не будет видно. Вот, поэтому я всегда рекомендую делать параллельно. Сделали одну пинеточку, обвязали подъем, сделали вторую пинеточку и продолжаем вязать далее. После того, как соединили ряд, у нас получилась вот такая вот обвязочка подъема. Далее мы переходим на вязание пешных столбиков. Для этого мы должны связать три недовязанных столбика с накидом, которые соединим общей вершинкой. Для этого поднимаемся на две воздушные петли подъема. Это первый недовязанный столбик с накидом. Далее делаем накид, вяжем в эту же петлю основания цепочки. Второй недовязанный столбик с накидом, то есть пропускаем только лишь через первую пару рабочую ниточку. И далее делаем накид и сюда же недовязанный третий столбик с накидом. То есть снова через пару пропустили, на крючке три петельки. Соединяем общей вершиной и делаем одну воздушную петлю. Снизу пропускаем петельку и в третью петлю делаем первый столбик с накидом, не довязывая. Затем второй сюда же столбик недовязанный и сюда же третий столбик недовязанный. На крючке 4 петли рабочая и 3 полустолбика с накидом недовязанных соединяем все 4 петельки общей вершиной и делаем одну воздушную петлю. Снова пропускаем снизу петельку, через одну петлю вяжем первый полустолбик, затем второй полустолбик с накидом и третий полустолбик. Завершаем столбики с накидом общей вершинкой и делаем одну воздушную петлю. Как бы воздушной петелькой мы замыкаем пышный столбик и снизу не забывайте пропускать петельку. То есть вот эта петелька сверху заполняет нам петлю снизу. И из одной петли мы провязываем 3 недовязанных столбика с накидом, соединяем их общей вершинкой. То есть это петля, затем воздушная петля. Снова петлю пропускаем снизу, вяжем 3 неполных столбика с накидом. Первый, второй, третий. Соединяем все 4 петли общей вершинкой и делаем одну воздушную петлю. Снизу пропустили петельку, снова 3 недовязанных столбика с накидом и соединяем все 4 петельки общей вершиной. Делаем одну воздушную петлю. Вот такими пышными столбиками обвязываем полностью этот ряд. Довязываем ряд до конца, делаем одну воздушную петлю после последнего пышного столбика и соединительный столбик над первым пышным столбиком ряда. Соответственно снизу пропустилась одна петелька. Так как у меня было изначально по ряду подъема полустолбика с накидом провязанных 62, соответственно и 31 пышный столбик и чередование воздушная петелька у меня получилось. То есть 31 воздушная петля в ряду и 31 пышный столбик. Все сошлось и я сделала соединительный столбик. Для перехода на следующий ряд нам нужно попасть под первую ближайшую воздушную петлю вот сюда. То есть мы сделали соединительный столбик над пышным столбиком и делаем еще раз соединительный столбик под первую воздушную петлю и перешли как бы немножечко вбок. далее делаем 2 воздушные петли подъема, которые нам заменяют первый неполный столбик с накидом далее сюда же довязываем еще 2 неполных столбика с накидом и соединяем общей вершинкой все 3 столбика то есть у нас получился снова первый пышный столбик под воздушную петлю предыдущего ряда далее делаем одну воздушную петлю и переходим под следующую воздушную петлю через пышный столбик И делаем сюда снова пышный столбик. Три недовязанных столбика с накидом соединяем общей вершинкой все четыре петли на крючке. И снова воздушная петля. То есть мы делаем пышные столбики в шахматном порядке по отношению к предыдущему ряду. И снова чередуем пышный столбик, воздушная петля, пышный столбик, воздушная петля. Ну вот таким вот образом у нас должно получиться. Делаем так до конца этого ряда. Довязываем до конца второй ряд пышными столбиками. Делаем одну воздушную петлю после последнего пышного столбика. И над первым столбиком делаем соединительный столбик или соединительную петельку. И все, по кругу у нас получилось два ряда вот таких вот пышных столбиков. Не переживайте, что у вас подошвочка немножечко так вот мнется. Все будет отлично по, скажем так, окончанию. И у нас в итоге получается вот такая вот высота готовая. Я рекомендую сразу же обвязать, пока вы все помните, и на второй пинеточке точно так же. Я еще раз, опять же таки повторяюсь, рекомендую делать две параллельно. Вот. И мы приступаем к вывязыванию непосредственно уже мысочком. Для того, чтобы вывязать мысочек, нам нужно найти на передней стороне, там где пальчики, центральные 20 петелек. То есть мы будем на них делать убавления. И я буду доходить до этих центральных 20 петелек такими же пышными столбиками, как и вязала до этого. И так же точно в начале каждого ряда я буду делать смещение соединительным столбиком под воздушную петельку. У меня, если вы обратите внимание, идет смещение по диагонали. Меня это не смущает, поэтому я буду вот такое перемещение делать каждый раз. Если вы не хотите, чтобы было это перемещение, а хотите оставаться всегда на центре пяточки, то вам нужно будет делать соединительный столбик наоборот под вот эту петельку. И тогда у вас будет получаться как бы здесь две воздушные петли подъема, не довязанный столбик. Делаете третью воздушную петлю и переходите под вот эту воздушную петельку. И тогда вам каждый раз нужно будет довязывать по два столбика к воздушным петлям подъема, для того, чтобы завершить пышный вот этот столбик. Я этого делать не буду. Я выбираю самый-самый простой вариант. Это смещение у меня не видно, поэтому я так и буду делать продолжение. Итак, делаем две воздушные петли подъема, это не довязанный первый столбик. И сюда же не довязанных два столбика с накидом. Далее соединяем общей вершинкой и делаем одну воздушную петельку. Снова переходим к следующей воздушной петельке. Делаем пышный столбик, три не довязанных столбика с накидом. Воздушная петля. Переходим к следующей, не довязанных три столбика с накидом и воздушная петелька. Соединяем общей вершинкой. И дальше точно так же продолжаем идти. Чтобы не ошибиться и найти вот эти 20 центральных петелек, вы можете повернуть на подошву и посмотреть, где вы делали в последнем ряду прибавления. То есть их у вас шесть. Вот. Первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое. И ровно пополам поделить вот эти прибавления. То есть оставить три с одной стороны, три с другой. И вот эту петельку найти здесь. У меня это получается петелька над вот этим пышным столбиком. Вот сюда я, дойдя, скажем так, крючком, я должна отсчитать от вот этой петельки центральной 10 петель в одну сторону и 10 петель во вторую сторону. Хотите, можете отметить эти 10 петель маркерами, либо цветными ниточками, для того, чтобы не запутаться. Я как бы уже, скажем так, ориентируясь по пышным столбикам вот этим вот нижнего ряда, понимаю, что мне еще от четвертого столбика нужно связать 1, 2, 3, 4, ну где-то 4 столбика и дойдя вот сюда, вот связав 8 столбиков от начала ряда, я посмотрю, если буду делать убавления, как это будет выглядеть в итоге. Итак, я довязываю еще 4 столбика, связанные уже предыдущим 4 пышным столбиком и посчитаю вместе с вами, посмотрю, где у меня центр мыска. Связала я 8 пышных столбиков и можете вот так вот сложить пополам пенеточком по подошве линии наборочного, вот здесь вот края цепочки, и посчитать количество петелек по центру. 2, 4, 6, 8, 10. Вот как раз-таки от центральной, вот даже я вот так согну немножечко ее, от центральной петельки у меня получается пышный столбик, воздушная петля, это 2 петли, пышный столбик, воздушная петля, 4, пышный столбик, воздушная петля, 6, 8 и 10. Вот, то есть, начиная от вот этой воздушной петельки, под которую мы должны вязать следующий столбик, начиная с этой петли, нам нужно сделать, начинать убавление. Я не делаю воздушную петельку, хотите, можете сделать. Я после последнего пышного столбика сразу делаю накид и ввожу крючок под воздушную петлю и делаю неполный столбик, как бы я делала сейчас первый столбик для пышного столбика. Далее делаю накид и над пышным столбиком предыдущего ряда делаю снова неполный столбик с накидом. У меня получается два неполных столбика, провязанных с воздушной петли и над пышным столбиком. Я соединяю все три петельки на крючке одной вершинкой. То есть как бы получается у меня не полный пышный столбик из трех столбиков, а получается вот такое убавление. Это первое убавление. Далее я снова ввожу под воздушную петлю, вяжу не полный столбик раз. И над пышным столбиком в петельку вяжу не полный столбик два. И соединяю эти два столбика, не довязанных общей вершинкой. Это второе убавление. Далее снова делаю точно так же под воздушную петлю и над пышным столбиком два не полных столбика. И делаю третье убавление, соединив общей вершинкой. Так я буду делать 10 раз. Снова неполный столбик раз над пышным столбиком, неполный столбик второй раз общей вершиной. Четвертое убавление. Далее пятое. Далее шестое. Далее седьмое. Далее, восьмое, девятое и последнее, десятое убавление. Под воздушную петлю и над пышным столбиком, соединяя общей вершинкой. Далее, сделав 10 убавлений, я сразу же не делаю воздушную петлю, как я вот здесь вот в начале. Не делала. Я перехожу сразу под воздушную петлю, продолжаю вязать пышные столбики. Из трех недовязанных столбиков с накидом, соединяю общей вершинкой и чередую с воздушной петелькой. Перехожу под следующую воздушную петлю и точно так же делаю пышный столбик из трех столбиков с накидом, недовязанных, соединенных общей вершинкой. То есть я вот такими пышными столбиками продолжаю обвязывать до самого конца, до вот этой последней воздушной петельки, как мы делали до этого в предыдущих двух рядочках. И у нас должен округлиться вот такой красивый мысочек. То есть ровно по центру, скажем, нашего мыска, вот так вот, пяточек, у нас должно получиться вот такое закругление из десяти соединительных вот таких вот, недовязанных двух столбиков, соединенных общей вершинкой. То есть убавление ровно по центру, независимо от количества провязанных, скажем, столбиков по подошве, возможно, у вас размер отличается от моего. Если вы вяжете все, как и я, на такой же размерчик, получается все точно так же, то просто отчитываете, скажем, центр, центральные вот такие вот, десять с одной стороны по центру и десять с другой стороны петелек и делаете убавление. Я же из-за того, что делаю вот такие тушные столбики, я ориентируюсь в то, что у меня петля это первый столбик и над тушным столбиком вторая петля это второй столбик. То есть столбик воздушная петля это равно двум просто столбикам с накидом, ну, либо без накида, либо в зависимости от того, скажем, чем мы вяжем, какими узорами. Вот, и так далее, то есть довязываем до конца тушными столбиками до вот этого момента. И довязав до конца ряда, у меня вместилось 13 пышных столбиков в чередовании с воздушными петельками. Все, я завершаю соединительной петлей над первым пышным столбиком и завершаю, как бы уже получается, третий ряд пышными столбиками. Либо четвертый ряд от наборочного, вот здесь вот края полустолбиками. Теперь обратите внимание, именно при провязывании вот этого первого ряда вывязывания миска, чтобы у вас ровно по центру находились ваши убавления. То есть вот так вот пальчиками смотрите, где у вас пышные столбики заканчиваются и где начинаются. Если вы провязали этот ряд правильно, то в дальнейшем у вас не получится перекрученная, скажем, передняя часть пинеточки. Если же где-то нужно подвинуть, то можете довязать, допустим, не 8 пышных столбиков, а 9. И затем уже начиная от этого момента делать убавления, пока не достигнете 10 убавлений и затем довяжите у вас в месяце всего 12 пышных столбиков. То есть на один длиннее и на один здесь короче получится у вас сторона, чем у меня. Либо же наоборот. То есть все зависит от того, где вы здесь закончили делать, скажем, соединение при вывязывании первоначальной подошвы. Вот. Теперь снова я замкнула вязание в круг и перехожу на следующий ряд. Снова я делаю смещение по диагонали соединительным столбиком под ближайшую воздушную петельку. Вот у меня идет смещение. Его, как по мне, незаметно максимально, поэтому я продолжаю также смещаться по диагонали. И теперь снова делаю две воздушные петли подъема, заменяющие мне первый столбик неполный. И делаю еще два неполных столбика с накидом, для того, чтобы соединить общей вершинкой и получился пышный столбик. Далее снова воздушная петля. Перехожу к следующей воздушной петле и делаю сюда пышный столбик в шахматном порядке, как мы вязали до этого. Далее снова воздушная петля, пышный столбик. Воздушная петля, пышный столбик. И снова нам нужно, исходя уже из предыдущего связанного рядочка, найти центральное 20 петелек. То есть, так как мы сделали 10 убавлений, от них у нас 5 петелечек. То есть, с этой стороны нужно еще к этим 5 петелькам добавить петли. И с другой стороны, для того, чтобы снова сделать 10 убавлений. Находим наши 10 убавлений предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4, 5. И снова 1, 2, 3, 4, 5. То есть, вот он у меня центр. Отсчитаем 10 петелек в одну сторону, 10 петелек в другую сторону. Это и будут у нас убавления. А до тех пор мы идем вот такими пышными столбиками. Итак, у меня 3 пышных столбика. Далее воздушная петля. Я делаю 4 пышный столбик. И довязываю воздушную петлю и 5 пышный столбик. 1, 2. И 3 недовязанный столбик соединяю общей вершинкой. Не спешите делать воздушные петли после пышных столбиков, для того, чтобы у вас, ну скажем, не получалось прибавление петелек, а закруглялся постепенно все-таки мысочек. Теперь, если я слаживаю пополам, то у меня получается 5 убавлений. Вот они с одной стороны и 5 убавлений с другой стороны. То есть я должна отсчитать 10 петелек. 2, 4, 6, 8, 10. То есть, начиная вот здесь вот со столбиком, вот здесь вот над первым, можно так сказать, столбиком под пятым пышным столбиком, я начинаю делать убавления. Вот так вот, первый недовязанный столбик, под воздушную петлю второй недовязанный столбик, соединяю общие вершинки. Это первое убавление. Первый пышный столбик, вторая воздушная петля. Это второе убавление. Снова столбик, воздушная петля, третье убавление, но здесь у меня уже идут не воздушные петли, а над убавлениями предыдущего ряда. Третье убавление я сделала. Четвертое убавление. Пятое. Два недовязанных столбика соединяем общей вершинкой. Шестое убавление соединяем общей вершинкой. Седьмое убавление соединяем общей вершинкой. Восьмое. Далее мы переходим на пышные столбики. Делаем девятое убавление. И последнее десятое убавление под воздушную петлю и пышный столбик. Соединяем общей вершинкой. И я сейчас пересчитаю, чтобы у меня было ровно 10 убавлений. Итак, первое убавление у нас соединено общей вершиной. Далее второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое, восьмое, девятое и десятое. Все, я довязала 10 убавлений. И далее перехожу на пышные столбики. Снова никаких не делаю воздушных петелек. А нахожу первую воздушную петлю и продолжаю делать пышные столбики до тех пор, пока не дойду до конца этого ряда. Пышный столбик, воздушная петля. Под следующую воздушную петлю пышный столбик. Три недовязанных столбика с накидом, соединенных общей вершиной. И воздушная петля. Вот так идем до конца этого ряда. Пышный столбик, воздушная петля. До конца ряда у меня вместилось 11 пышных столбиков. Далее делаю после последнего воздушную петлю и соединительный столбик над первым пышным столбиком этого ряда. замкнули вязание снова по кругу как вы видите у нас уже уменьшается размер и далее снова мы делаем переход соединительным столбиком по первую воздушную петельку и начинаем делать первый пышный столбик 2 воздушные петли далее 2 недовязанных полных столбика с накидом соединяем общие вершины и делаем воздушную петлю под следующую петельку делаем второй пышный столбик чередуем с воздушной петелькой и под следующую делаем третий пышный столбик и делаем вот такой вот перерывчик нам нужно сейчас отсчитать такое количество столбиков чтобы у нас пять раз поместилась один столбик убавления 1 столбик убавления то есть фактически 15 петелек мы снова находим центральную петлю убавления вот она она у меня центральная петелька я отсчитала 5 убавлений и нам нужно таким образом прочередовать чтобы получилось столбик убавления это 2 столбика столбик убавления 2 раза столбик убавления 3 раза столбик убавления 4 раза столбик убавления 5 раз то есть нам нужно сейчас начать делать уже убавление то есть у меня вместилось всего лишь три пышных столбика. Я не делаю воздушную петлю и начинаю делать над пышным столбиком вот здесь вот первый столбик с накидом. Просто делаю один столбик с накидом в петлю над пышным столбиком. Далее делаю убавление. Это над воздушной петлей делаю неполный столбик с накидом и над пышным столбиком второй столбик неполный с накидом. Соединяю общей вершинкой. Далее столбик с накидом у нас по чередованию должен идти и мы его вяжем в петельку столбик далее в следующие две петли недовязанных 2 столбика с накидом соединяем общей вершинкой это второй раз далее столбик и недовязанных 2 столбика с общей вершинкой то есть убавление в следующих две петли вот так это третий раз далее поворачиваем наше вязание вяжем столбик с накидом и два недовязанных столбика в последующие две петли соединяем их общей вершиной это четвертый раз столбик и убавление вяжем пятый раз и теперь смотрите мы начинали со столбика и делать убавление значит симметрично мы должны над пышным столбиком сделать один столбик с накидом то есть делаем столбик убавления пять раз и завершаем также красивым столбиком для симметрии над пышным столбиком как и начинали то есть мы здесь начали над пышным столбиком столбик и здесь завершили над пышным столбиком столбик и далее мы не делаем никаких воздушных петелек а сразу же накид и переходим под воздушную петельку И начинаем вязать первый пышный столбик. И вот такими пышными столбиками, чередуя с воздушными петлями, доходим снова до конца этого ряда. Вместилось у меня 10 пышных столбиков. Далее делаем воздушную петлю и закрепляемся над первым пышным столбиком. И теперь смотрите, у нас должен получиться вот такой красивый округленный мысочек. Вот такая пинеточка. Здесь должна хорошо проходить ножка ребенка. И пока вы все помните, то есть как мы связали этих 3 ряда закругления мыска, так я вам предлагаю сразу же приступать к вязанию второй пинеточки. То есть точно так же мы делаем 3 последних ряда. Делаем пышные столбики. И как я вам уже говорила, так как у меня идет смещение по диагонали, меня это абсолютно, скажем, не волнует. Почему? Потому что, в принципе, однотонными ниточками получаются достаточно невидимые и аккуратно. Вот, поэтому две аналогичным образом мы провязываем пинеточки. То есть точно так же мы делаем 8 пышных столбиков, затем 10 убавлений, довязываем 13 столбиков. Во втором ряду мы вяжем 5 пышных столбиков, затем 10 убавлений, довязываем 11 пышных столбиков. И в третьем ряду 3 пышных столбика, как вы помните, у нас всего поместилось. Затем идет столбик убавления, столбик убавления, столбик убавления. Убавление это 2 столбика с общей вершиной, как мы вязали, 2 недовязанных столбика с накидом. И затем в петлю симметрии над пышным столбиком, как начинали, так и завершаем, делаем столбик. И затем, делав столбик симметрии, мы начинаем провязывать снова пышные столбики. И их у нас вместится всего 10 раз. То есть 10 столбиков мы поочередуем с воздушными петлями. Вот, в принципе, для тех, кто вяжет аналогичным образом, как у меня пинеточки, то можете просто отмотать с момента, где мы начали вывязывать мысок. И все точно так же повторить. На данном этапе мы останавливаемся и переходим к третьей части. Поэтому до встречи в третьей и завершающей части по вязанию крестиных пинеток.